Добраться до храма и помолиться. Праздник Крещения Господня в этом году пройдет без массовых купаний, в прорубях и крестных ходов. Церковные служители призывают сургутян быть благоразумными и отмечают, что основным наполнением этого дня для православного христианина являются богослужения и чин великого священия воды. Омовение в купелях это традиция, укоренившаяся относительно недавно и богослужебной не является. Несмотря на то, что обряд погружения происходит, как правило, на свежем воздухе, большого скопления людей в раздевалках не избежать. Организовать больше палаток для переодеваний и их обслуживания невозможно. У кого-то есть баня или еще что-то с бочками, емкостями. Также набирайте воду крещенскую, привозите, благословляйте, освещайте вливанием крещенской воды с молитвой ту емкость, которая есть. Также принимайте это погружение, если есть такая традиция в семье и такое большое желание. В остальном крещение во всех храмах города пройдет в привычном формате с учетом существующих ограничений. В этом году 19 января выпало на будний день, вторник. Храмы города будут открыты с утра и до вечера. Крещенская вода пользуется спросом, поэтому церковнослужители советуют приходить за ней в сам праздник или на следующий день с утра. К слову, во время молебна при освещении воды говорится о том, что в этот день освещаются все естества водные. То есть, по большому счету, в этот день мы спрашиваем Бога, вот, благодать, чтобы он осветил все естество водное. Поэтому, где вода, по идее, это в этот день вся она и освещена. Поэтому там снег, лед, вот, вода, может быть, бутылированная еще какая-то, вот, конечно, это кому как больше нравится. Но, опять же, берегите свое здоровье, берегите близких, наверное, это вот важнее всего. Вот, благоразумие, конечно, это, ну, важная такое составляющая для любого человека, тем паче для христианина.